Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем играть в симулятор туристического автобуса. Нанятые водители работают, бюджет наш общий растет, и уже наша сумма общая составляет 177 тысяч евро. И это неплохая сумма на самом деле. Мы, наверное, можем уже приобрести новый автобус. Нет, не можем. 300 косарей как минимум нужно, но новый мы никогда, наверное, покупать не будем. Лучше купить за соточку с пробегом, отремонтировать там где-то за десятку тысяч евро. И вполне себе можно уже пользоваться автобусом, так что вряд ли я когда-нибудь буду новый покупать. Так, ну что ж, сегодня мы с вами проедем какой-нибудь новый маршрут. Давайте посмотрим, что у нас тут по заказам. Итак, у нас принятые есть также, так что мы с вами за неделю ближайшую еще больше заработаем. Так, сегодня у нас 18-е, значит, на завтра у нас маршрут есть, на послезавтра есть, на 21-е тоже есть, на 23-е, на 22-е, значит, на 22-е число, значит, у нас ничего нет. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Какой-нибудь короткий маршрут, наверное, мы возьмем. 5 часов уж точно не поедем. 2 часа и 25 минут, вот, можно проехать. Ну, давайте 224-й тогда проедем за 2 косаря. Тоже сегодня, кстати, в 12.00. Возьмем другой автобус. Вашему водителю потребуется автобус 20.07. Я обязательно верну автобус. Сегодня у нас не 20-е. Так, вот он, наш синий гигант. Как всегда, прекрасен. Сколько там времени сейчас? 7 часов, да? Ну, давайте доедем, наверное, телепортнемся в точку, а потом скипнем время просто. И начнем уже поездку. Присаживаемся, заводиться не будем, потому что мы сейчас воспользуемся телепортом. Надо, кстати, посмотреть, что там с кредитом. Мы вообще выплачиваем. Вроде как автоматически мы должны выплачивать. Но можно и самостоятельно погасить какую-то сумму, либо всю даже. Все, мы на месте. Можно начинать. Я даже не заводил автобус, на самом деле. Давайте пока заведемся. Включим там все для полного, максимального комфорта. Так, Wi-Fi, кофеварка, туалет, лампы, всевозможные объявления делать не будем. Я так и не понял, как это работает. Монитор в салоне пусть будет. И все. Можно двигать... А, нет, совсем забыл про, конечно же, про кондиционер, который кнопкой почему-то не включается. Так, давайте самостоятельно тогда это сделаем. Чего они сейчас-то не хотят садиться? Время вроде как нормальное. Давайте повторно заедем на остановку, например. Номер маршрута я включил. Ничего не забыл вроде как. Так, подъезжаем снова. Вот, другой разговор. Надо было повторно просто заехать на остановку. Мне показалось на секунду, что они просто уходят. Надоел бы выпендрешь, что я туда-сюда катаюсь. Так, ну что ж, поехали. Так, погнали. Включаем поворотник. Играем ручник. Передача. В зеркале вроде как никого. И отправляемся. Более-менее короткий маршрут. Ну как короткий? Он длинноватый на самом деле. Но мы уже катали в прошлый раз с вами длиннее. Это половина от того маршрута, можно сказать. Кстати, мы будем проезжать мимо ящика. Да, вот здесь вот ящик. Наверное, мы туда заглянем. Давайте еще посмотрим, есть ли на нашем пути ящики. Здесь мы уже были. Открыли ресторанчик. Больше ящиков не будет. Ну, наверное, заберем бабло из очередного ящика. Без решения загадок. Сломанный автобус так и не появлялся. Может быть, из релизной версии его убрали, кстати. Больше его на карте нет. Вообще нигде. А в комментариях вы писали, что детали можно находить каким-то образом. Я пока что не натыкался ни на одну деталь. Наверное, таким же образом и для сломанного автобуса подразумевалось. Нужно искать детали, как и для баги. То есть, видимо, по всей видимости, они раскиданы по миру. Их нужно искать и потом собирать. Либо баги, либо сломанные вот эти вот автобусы. Но по какой-то причине автобусы убрали. Может быть, это будущая фича. И разработчики потом вернут эти сломанные автобусы. И по принципу с баги мы будем их собирать, ремонтировать. Так, мы с вами заезжаем на следующую остановку. Кстати, мы же вкачали там четвертый уровень или пятый даже уже. У нас, по идее, доступны какие-то другие поездки. Так, не там это смотреть. Это в планировании, по-моему. Да, услуги челночных рейсов. Я так понимаю, это трансфер как раз-то. Пока что ни одного заказа в списке я подобного не видел. Интересно, сколько будут за это платить. На этом и немного. Е-мое, что там с женщиной произошло? Она немного провалилась, по-моему. Не самый хороший день. Так, наконец, много пассажиров. Это удивительно. Я не пропустил пока что ни одной остановки. И дела нашей компании идут в гору. Так, вы, женщины, будете заходить? Нет, она, видимо, вышла. Так, закрываем двери и едем дальше. Давайте посмотрим, есть ли у нас время. Сейчас резко притормозим, врубим планирование и 2 часа 25 минут. Соответственно, в 14.25 я должен быть уже на конечной остановке. Сейчас время у нас 11.14. Ну, в принципе, время есть. Наверное, сейчас я быстренько ручей не хваткну. И очень быстро потыкаюсь в этот ящик. Хотя надо было туда заехать, наверное. Ладно, я бегом. Я сейчас. Подождите возле знака стоп. И вам тоже придется подождать автомобиль, которым я перекрыл дорогу. Я молниеносно. Одна нога здесь, другая там. Так, я уже подбегаю. Осталось совсем чуть-чуть. Может быть, прыжками будет быстрее. Но очень смеиваюсь, конечно. Давай. Так, тут что-то опять свалилось, кстати. Ну что, я там приближаюсь. Да, очень медленно. Жалко, велосипедов здесь каких-нибудь прокатных нет. Была бы возможность просто взять вот этот велик. И поехать бы на нем. Покататься по городу вместо того, чтобы пешком передвигаться. Было бы намного удобнее изучать эти города. Открывать какие-то новые точки. Так, вот он, контейнер. Ну, давайте почитаем ради приличия. Загадку. Мне нравятся старые цифровые калькуляторы. С этими простыми цифровыми номерами вы можете написать что-нибудь, если будете рассматривать их вверх ногами. Ну, вот это, кстати, интересная загадка. Но, может быть, надо взять старый цифровой калькулятор, перевернуть его. Что-то узнать. Так, ну что ж, а мы, пожалуй, покликаем. Вот таким вот образом. Ну, вот тут я точно не все собрал. Надо как-то с противоположной стороны зайти, а здесь в здание не попасть. Соответственно, я взял лишь маленькую часть денег. Давайте посмотрим, сколько у нас в итоге теперь бабло. 245 тысяч. Ну, на самом деле, большую часть денег. Так, ладно, все, теперь побыстрее возвращаемся к автобусу. Пробка здесь, конечно, уже побольше. Так, быстрее. Хотя не такая уж и большая. Я ожидал, что здесь будет огромная пробка. Так, все, теперь можно спокойно ехать дальше. Дальше я перекурил. Все нормально. Отдохнул немного. И едем дальше. Больше по пути никаких ящиков уже не будет. Знать бы, как выглядят эти детали, где их искать конкретно. Тоже в городах. Они будут отмечаться на карте или они не будут отмечаться на карте. Или они будут выглядеть действительно как детали, которые раскиданы по земле, например. Тогда было бы проще понять, конечно, и разобраться в этой механике со сборкой баги. Так, здесь лучше не разгоняться. Наверное, притормозим, чтобы аккуратно заходить в повороты. Так, и ограничение здесь 50 километров в час. Ну, хоть что-то новое. Какой-то новый маршрутец. Здесь мы уж точно не катались. Мы мимо, наверное, где-то проезжали. Но именно по этому маршруту мы тоже точно не ездили. Так, тихо. Не впилиться в отбойник. Так, и дальше теперь извилистая дорога идет. Много будет поворотов, так что большую скорость мы не сможем с вами развивать. Она вся такая, на самом деле. Больше половины пути. Извилистые дороги. Но это уж точно лучше, чем та змейка. Так, наверное, все-таки переключимся мы на вид от третьего лица. Так будет явно поудобнее, потому что иногда здесь проезжают встречные машины, как и на змейке, собственно. А здесь мы более высокую скорость можем развивать. И больше места для разворота. Например, вот здесь вот, несмотря на эти бетонные блоки в виде ограждения. Блин, там резкий поворот скоро будет. Дичайше мы забираемся все выше и выше. Странно, что здесь точек для туристов нет, для фотографирования. Наверняка здесь открываются симпатичные виды. Сейчас мы как раз и посмотрим. Аккуратно заезжаем. Тут целое парковочное место с памятниками, смотрите, есть. А здесь прикольно, действительно. Скорее всего, здесь есть точка. Для фотографирования просто она пока что у меня почему-то не отмечается. Ну-ка, погодите, ребят. Я выйду на секунду буквально. Может, здесь что-то можно найти, детали, например. Такие вот прекрасные памятники. Один без головы. Ребята здесь сидят, отдыхают. И карта острова. Нет, ну здесь я ничего не вижу, никаких деталей. Опять пробка организовалась. Блин, как они... Откуда они взялись вообще? Тут я редко встречал одну машину навстречу. А сейчас уже, смотрите, гигантская пробка организовалась. И не видно ее конца, хотя нет, видно. Так, ладно, едем дальше. Пропускаем, ребят. Такие звуки, как будто ветер очень сильно дует. Но это все звуки двигателя, насколько я понимаю. Или нет, возможно, действительно ветер. Так, он здесь вот очень аккуратно. Он, по-моему, даже назад немного сдал. Да, смотрите, он назад сдает. Но это из-за того, что он в горку заезжает, наверное. Просто ученик не ставит. Так, и мы потихоньку уже спускаемся. Там снова какие-то ремонтные работы. Все, можно уже переключаться, наверное, на вид от первого лица. Так, блин, я в очередной раз на встречку заехал, мужик. Ну, сдай назад, как и предыдущие ребята. Я же тебя задену. Блин, придется назад сдавать. Твою мать, а сзади... Да, сзади очередная пробка организовалась. Но тут никак я разминсовать не смогу. Вот он, наконец, сдал назад. Но врезался в сзади едущего мужика. Они все начали назад сдавать аккуратно. А я опять вхерачился в отбойник. Да, конечно, на клавиатуре не так просто это делается. Как хотелось бы. Особенно в этих узких проездах. Ну, я в любом случае его задеваю. Иначе никак. Я мог бы, конечно, по обочине слева объехать. Но там камни какие-то, кусты. Я бы там просел, наверное. Не ищем или что-то такое произошло. Ну, мужик, пусти теперь. Все, я, похоже, здесь застрял до конца. Нужно его таранить, чтобы проехать. Ай, давай, сухин сын. Так, ладно, сдадим назад. Первый, смотрите, двигается. Второй никак. О, мы его сдвинуть все-таки смогли. Все, прорвались. Фух. Так, где-то здесь поблизости еще один контейнер, друзья. Ну-ка, давайте откроем карту. Блин, он прямо рядом здесь. Ладно, пока люди будут... Да, слезай-то. Пока люди будут заходить, я быстренько к контейнеру сбегаю. Так, вот он. Я уже его вижу. Здесь можно перепрыгнуть. Частота очень важна для меня. Так что, пожалуйста, перед вводом кода вымойте руки. Может, здесь автомойка какая-то есть поблизости, и там код. Автомойки я, правда, не вижу никакой. Здесь вряд ли будет подсказка. Так, ладно, времени у нас мало. Давайте снова прокликаем. Что-то на этот раз, кстати... Во-первых, здесь невидимая стена. А вот, вот здесь вот в углу нашел. Так, еще можно через стенку попробовать. О, опыт. Через стенку тоже работает. О, я даже могу немножко видеть. Через эту стенку. Так, ну все. Немножко бабла собрал. Снова и в итоге у нас уже почти 300 тысяч. Вот теперь мы можем позволить себе новый автобус. Но я этого делать, естественно, не буду. Так, попрыгал по кактусам. И нас ожидает снова затяжной подъем. Приблизительно такой же, как и предыдущий, наверное. Ну, да. Что-то вроде того. Повороты даже более резкие, наверное. Но не такие более частые. Смотрите. Прекрасный вид на океан. Давайте ваткнем сейчас камеру. Первого, третьего лица. Отсюда можно увидеть какие-то здания, строения. Снова вот такая вот парковка. На этот раз здесь просто растения в центре. Никаких памятников. Так, видите, переспуск. Пока автомобилей никаких нет. Хочется, как в GTA, конечно, срезать. Но здесь так не получится делать. Если мы за пределы асфальта вообще куда-нибудь заедем. Скорее всего, на первом маленьком камешке просядем. С другой стороны, всегда можно воспользоваться бэкспейсом. Интересно, можно им пользоваться, когда в салоне туристы. Они не исчезнут? Аккуратненько. Не хочу поцарапать. Все, преодолели очередной спуск, подъем. Я, наверное, врезался, цепанул отбойник, автомобили другие. Наверное, раз 20. Или около того. Мне так кажется, по крайней мере. Вот сейчас опять, по-моему, цепанул отбойник. В очередной раз, хотя и подъемы и спуск уже закончились. Следующая остановка. Сюда. Здесь мы выгружаемся. У нас открыт тут ресторанчик. Можно еще побродить, пока все будут выходить. Я думаю, все выйдут. Тут опять можно дом найти, видимо, квартиру, которую можно купить. Хрен его знает, короче, как выглядят эти детали. И где их собирать, где их брать. Я пока что найти не могу. Я не справляюсь с этим. Так, все, ребята, вышли. Да, все покинули автобус. Развернемся здесь. Заедем на остановку с противоположной стороны. Там, кстати, тоже никого нет. Кого же мы будем везти обратно? К чему это все? Зачем? Достаточно маршрута туда. Все, это бы хватило. Так, ну окей. Останавливаемся. Открываем. И тут же закрываем, наверное, двери. Напись сразу появилась, чтобы мы ехали к следующей остановке. Вопрос в том, что засчитается ли это, если сразу уезжать, не открывая двери, например. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok